Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас будет спасительное видео о прохождении и открытии ипоны. Всё-таки короткое видео не совсем отвечает на все вопросы, поэтому сегодня я записываю для вас прохождение от самого начала и до самого конца. Чтобы было удобно проходить, я отключу снег, чтобы были видны все детали. Как начать открывать ипону? Как только вы открываете Ерхейм и добираетесь до сюжетной линии конюшни Юрвика, открываете задание, где знакомитесь с Германом в его домике и он поручает вам расследовать, что же замышляет Джет вместе с Миссис Драки, вас направляют на ежедневное выполнение задания именно к Миссис Драке. Каждый день вы ходите и выполняете ее задание, пока кружочек с золотым сердечком не пропадет и вы не отвезете финальный отчет в домик Германа. Дальше у вас задание не появится, если вы не достигли 14 уровня. Это обязательное условие. Как только вы получаете 14 уровень и вы завершили всю сюжетку с Мисс Драки, вам позвонит Герман или же пришлет СМС. Привет, Мэри, приходи в конюшню Юрвика, как только сможешь. Невероятные вещи произошли, сейчас я не могу сказать больше. Никогда не знаешь, кто еще может прочитать, Герман. Ну что ж, скачем в конюшню Юрвику, да как можно быстрее. Вот мы и у Германа, что же случилось? Мы долго-долго болтаем с Германом и выполняем все его задания у него в домике. После этого у нас откроются два задания, хранитель секретных троп и полным-полно хитрых ловушек. Одно задание, хранитель секретных троп, направляет нас к Джеку Голдспуру. Задание полным-полно хитрых ловушек отправляет нас к Дорит Яруса на острове Падока. Выполнять эти два задания вы можете в абсолютно любой последовательности, как вам удобно. Выполняем все диалоги с Якобом. Если у вас недостаточно репутации с фермой Голдспуру, то у вас появится знак репутации, и вы должны будете ее прокачать. Если же его нет, значит вы моментально продолжите цепочку квестов. Но открыть задание очень легко, для этого понадобится всего лишь опыт дружелюбное. Для этого нужно всего лишь выполнить несколько раз скачки. И все, задание открыто. Разговариваем с Якобом. Говорив с дедушкой, он отправляет нас к одному из своих внуков, Ганнибалу. Выполнив пару заданий на этой ферме, мы сможем продолжить. После заданий Ганнибал говорит нам, что не знает, куда спрятал компас, но он находится в нижнем зернохранилище. И именно здесь, на самом верху, на ящике, мы найдем наш компас. Не удивляйтесь, что его не видно. На самом деле, он лежит здесь. Данный компас поможет нам найти таинственный вход, через который мы будем приезжать в Ипону. Говорим с Якобом. У нас на карте активируется возможность компаса. Теперь, ориентируясь на его стрелочку, ищем подсказки для прохода в тайную тропинку. Подсказками являются маленькие рунные камни. Найти их не так сложно, особенно если вы ориентируетесь по компасу и знаете, где они стоят. Первый камень находится на дорожке за фермой Голдспу. Они всегда подсвечиваются блесточками. Нужно перенести компас на данный камень. Обязательно поговорите с камнями. Теперь, опять ориентируясь на компас, ищем следующий камень. Все они находятся вдоль дороги от фермы Голдспур. Здесь, справа в низине, будет еще один камушек. Переносим на него компас. Говорим с камнями. Активируется следующая часть по поиску камней. Следующий камень находится в расщелине, прямо между мостом и фермой Дью. Чтобы туда спуститься, проще всего объехать всю территорию по тропиночкам. Свернуть налево, и по тропинке спуститься вниз, прямо в каньон. Переносим компас на данный камень. Выполняем задание и берем следующее. Открылась новая часть по поиску следующего камня. Проезжая вдоль обрыва по тропинке, мы находим еще один камень. Также переносим на него компас. Он должен направить нас на последний камень, который является секретным проходом. Вот здесь, около кустов, и ждет нас финал всего поиска. Последний камень, который и является входом на закрытую тропинку. Скачи обратно к Герману и расскажи ему, где начинается секретная тропа. Но прежде чем отправиться к Герману, хочу напомнить. У нас осталось еще одно задание, которое связано с Дорет Ярлсом на острове Падока. И прежде чем возвращаться к Герману, советую вначале выполнить ее цепочку заданий. Доезжаем до трактира Волчье Логово или телепортируемся к ближайшей вашей конюшне и едем на остров Падока. В данный момент нам не хватает опыта. Поэтому, если у вас тоже идет репутация, нужно немножечко прокачаться и повысить свою репутацию с данной семьей. Не удивляйтесь, что у данного персонажа не открывается моментальное задание с данными семьями. Так как она еще ни разу не имела с ними сюжетной линии. Чтобы открыть задание также у Дорет, нужно прокачать репутацию у семьи Джона Ярла до дружелюбия. Выполнив все базовые задания с острова Падока, которые цепляют также задания в Ярлхейме, главное следить, чтобы репутация была семьи Джона Ярла, мы возвращаемся к бабуле и видим разблокированное задание. Нас отправляют к Джилл в Ярлхейм. Доехав до Ярлхейма, разговариваем с Джилл. Она направляет нас к Джеку Голдспору. Главное, не перепутайте задания, потому что в этой области одновременно вы можете выполнять до пяти заданий у одного NPC. Нужно следить за сутью заданий. Джек просит подписать на сто бумаг, но после пятой счет пойдет автоматически. Не пугайтесь. Сдаем у него задания и берем следующее. Джек отправляет нас на выполнение заданий, связанных с опросом общественности, к сожалению, которые нужно выполнить. По завершению опять разговариваем с Джилл. Джилл отправляет нас обратно на остров Падока, где мы должны вновь поговорить за Дорит. И сейчас начинается финальная часть данной ветки. Нужно помочь с шифрованием. Первый ответ 6. Следующий ответ 50. 21. Следующий этап расшифровки. Легкий. 7. Поварешка. Продолжаем разгадывать расшифровку. Продолжаем разгадывать расшифровку. Акула. Груша. Солнце. Мы расшифровали письмо. Мы выполнили облиц цепочки квестов, связанные с открытие ипонов. Теперь нам нужно по двум заданиям приехать и рассказать все Герману. Давайте разберемся. В первой части мы искали тайный проход через фирму Голдспур. И благодаря тайной семье Голдспур мы нашли компас, по которым по камням нашли и сам вход в секретную тропинку. По второй цепочке мы должны были расшифровать, что же написано было в письме от Джет. И как только мы выполнили оба этих условия, возвращаемся к Герману. Если вы рассказали ему только о секретном пути или только о секретном письме, дальше задание не продвинется и вы застраните на одном месте. Так что если вы потерялись в какой-то момент, советую побегать по заданиям и посмотреть, что же вы упустили. Как только вы выполняете оба этих условия, задание у Германа открывается. Началась подготовка к открытию ипоны. Конечно же нужно забрать вещи Германа с сушилки, которая находится около отеля конюшень Юрвика. Как только собрали все вещи, Герман говорит, что пора отправиться к секретной тропе через горы Грейсью. Герман запрыгивает к нам на лошадь и мы должны вернуться к расщелине в скале около леса Грондал, где и был последний камень, указанный компасом. Но не бойтесь, если вы забыли, где точно находится это место. На карте есть подсказка. Как только доезжаем до камня, Герман автоматически слезает с лошади. И именно здесь мы заканчиваем с ним разговор. И берем следующее задание. На данной тропе будьте аккуратны, так как там много ловушек. Вот и начало данного пути. И вы обязательно должны доехать его до конца, иначе ничего не получится. Я не буду показывать вам, что будет на этой тропинке, чтобы сохранить некий секрет. Но говорю сразу, если что-то не будет получаться, повторяйте. Повторяйте, пока не сделаете до конца. Тропу мы прошли с первого раза. И даже ни разу не упав и не задев ловушку. Доехав до конца, вы окажетесь на территории джет. Что очень сильно вас удивит. А дальше начнется очень интересный момент, который я тоже пропущу, дабы вам его не проспойлерить. Очень важная пометочка. На данном этапе ни в коем случае нельзя прекращать выполнение задания и телепортироваться в конюшню. Так как в будущем есть вероятность, что вы сюда не сможете вернуться самостоятельно. И придется прочтить помощи у разработчиков. Так что очень советую вам выполнить вот это одно задание, благодаря которому вы попадете дальше по сюжету. И вы должны бы выполнить еще одно задание по открытию хотя бы одних ворот. Все, вы выполнили гонку. Здесь можно уже расслабиться и наслаждаться прохождением. Так как это последняя часть по открытию всех ворот Эпоны. Обязательно поговорите с Лимин Юэ, чтобы не сбросить данное выполненное задание. Все, вы сделали это. Вы получили 14 уровень, прокачали репутацию до дружелюбия и смогли пройти кучу заданий и выполнить много препятствий, чтобы оказаться здесь. Вы находитесь на пересечении трех дорог. В село Урожайное, в западную Пону и восточную Пону. Здесь вы сможете открыть все ворота, которые ведут в деревушку полумесяца, на поля с подсолнухами, а также в сторону Ялхейма. Надеюсь, данное видео вам помогло и вы сможете спокойно пройти все эти квесты и открыть для себя Япону. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. И удачи вам в прохождении.